Летящей походкой машины попадают на эвакуатор. Так в Хабаровске учат правильно парковаться. Сегодня полицейские решили показать журналистам свой нелегкий труд. Журналисты удивлены, водители расстроены. Зато у нас лангкрузеры все можно в смысле ставить, а остальное в смысле похуже у кого нет денег больше. Давайте задушим. Сотрудники ДПС утверждают, справедливое возмездие настигнет всех, кто припарковался в неположенном месте. Не пропустить ни одного нарушителя помогут новые технологии. Вот этот маленький прибор имеет большую силу. Называется паркон. Он фиксирует на видео недочеты автолюбителей. Она снимает автомобили, которые паркуются в зоне действия знака 327, остановка запрещена. Записывает это все на флешку, потом скидывается все в компьютер, обрабатывается. И так называемые с письма счастья приходят нарушителям. А это Хабаровский центр управления дорожным движением. Здесь также следят за порядком на магистралях. Помогают установленные в разных уголках города камеры. Информацию с них можно увидеть на 48 экранах. Сотрудники центра наблюдают не только за нарушителями. Одним щелчком компьютерной мыши они могут изменить скорость движения транспорта. Проверить их работу приехал мэр. В часы пик основная волна зеленого светофора должна идти по основным магистралям, которые как кровеносные основные сосуды дают в общем-то движение крови в организме, а транспорт на магистралях это тоже так сказать важная система работы городского организма. С помощью новых технологий следят за порядком не только на дорогах, но и во дворах. Так в районе Флегонтово люди живут как в реалити-шоу. Постоянно под присмотром видеокамер. Правда рейтинги у этого проекта небольшие. Кадры попадают только в участковый пункт с полицией. Здесь специально подготовленные люди наблюдают за происходящим на улице и в подъездах. Если они заметят преступления, будут действовать по инструкции. Это сейчас в домах на Флегонтово все спокойно, а до установки камер редкая машина в этих переулках не пострадала. Заявление по разокомплектованию вплоть до того, что снималась оптика и радиаторные решетки и даже передний бампер с автомобилем. В настоящее время таких фактов не допускается. Плюсы от видеонаблюдения заметили не только автолюбители. Сегодня родители говорят, я спокойно за своего ребенка, который гуляет во дворе. А это самое главное. Сегодня все знают, что на этом микрорайоне есть видеонаблюдение. Работу по внедрению современных технологий в Хабаровске продолжат. За закон и порядок. Павел Гошин для программы Настоящее время.